Неделя подошла к концу, а значит пришло время вспомнить о самых значимых ее событиях. Здравствуйте! В эфире телеканала СБСИ программы «Итоги недели» в студии Михребан Касумова и сегодня в выпуске. Усиление социальной защиты семьям военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджана, повысили ежемесячную президентскую пенсию. Конфликт длиной в 30 лет. Откажутся ли новые власти Армении от оккупантской политики в отношении Азербайджана? Первый этап сотрудничества. Нефтяные компании Азербайджана и Казахстана, СОКАР и Казмунайгаз подписали меморандум о взаимопонимании. Тяжелая утрата ушел из жизни председатель Бакинского фонда наследия Нобелей профессор Тогрул Багиров. Урегулирование армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта – главная задача Азербайджана. Восстановление территориальной целостности – самый важный вопрос. Об этом заявил президент Азербайджана Ильха Малиев на встрече с семьями погибших за территориальную целостность республики. Им уделяется большое внимание со стороны государства. На сегодня данной группе лиц выделено 6 650 квартир. Еще 800 семей получат новое жилье до конца текущего года. Продолжается реализация проекта по выдаче единовременных социальных выплат. Это также один из приоритетов государственной политики Азербайджана. За последние 15 лет президент Ильха Малиев подписал ряд указов и распоряжений, направленных на повышение государственной заботы и усиление социальной защиты семей данной категории. Азербайджанское государство всегда оказывает большое внимание и заботу семьям военнослужащих, погибших за территориальную целостность страны. До сегодняшнего дня этой категории граждан были предоставлены более 6 500 квартир, свыше 6 000 легковых автомобилей. В прошлом году было выделено 626 квартир. В этом году этим гражданам планируется предоставить как минимум 800 квартир. Согласно решению главы Азербайджанского государства, расширилась категория лиц для единовременных выплат. Помимо этого, реализуемая в стране программа по занятости населения особое внимание уделяет вынужденным переселенцам и семьям, погибшим при защите территориальной целостности Азербайджана. Размер президентской пенсии, выплачиваемой семьям погибших военнослужащих и инвалидам войны, национальным героям за минувший период регулярно повышался. Было обеспечено предоставление ежемесячных социальных пособий детям этой категории людей. На встрече с семьями военнослужащих, погибших за защиту территориальной целостности Азербайджана, президент Ильхам Алиф отметил, что первый указ после его переизбрания президентом Азербайджана в 2018 году был связан с усилением социальной защиты семей погибших за территориальную целостность страны. Этот указ предусматривает единовременную выплату в размере 11 тысяч монатов. Члены семьи выразили благодарность главе государства за проявленную заботу. Даже переоценить этот факт тяжело, потому что первое лицо государства, президент республики, сам встретился с матерями, с женами, с сестрами. Это была дань уважения, которая исходила изнутри. Я думаю, что этим шагом господин президент подал пример всем, как говорится, госслужащим, как надо относиться к этим семьям. Меры, осуществляемые главой государства в этой области, всегда воспринимались общественностью с большим одобрением. Согласно новому указу президента Азербайджана, единовременной выплаты охватят 12 268 человек. Эсмира Алиева, Шамистан Мамедов, Си-Ви-Си. Армения требует предоставления привилегированных прав армянской общины Нагорного Карабаха. Это при том, что она подвергла этнической чистке азербайджанцев этого региона. Естественно, это противоречит всем документам, нормам и принципам. Об этом на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-Карабахского региона Азербайджана с дипломатами зарубежных стран и международных организаций сказал официальный представитель администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджев. Такое требование армянской стороны в первую очередь противоречит концепции прав и свобод человека. Выражение какого-либо права человека не может осуществляться при нарушении прав других людей. В контексте армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта одна община, нарушая фундаментальные права и свободы более миллиона человек, требует для себя какие-то права. Это неприемлемо. Да, их права никто не отрицает. Однако должно быть обеспечено равенство сторон. Чем раньше Армения осознает, что две общины Нагорного Карабаха должны мирно сосуществовать, тем лучше будет для самого Еревана. Армянская сторона должна понять, что пришло время вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана и обеспечить возвращение беженцев в свои дома. Мы ожидаем более конкретных результатов от переговоров, заявляем, что готовы к конструктивному диалогу с армянской общиной и желаем урегулирования конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана. Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона Азербайджана надеется на скорейшее урегулирование конфликта мирным путем и обеспечение мирного сосуществования вместе с армянской общиной. У каждого народа есть своя история, которую необходимо знать и ни в коем случае не забывать. 20 век обозначился в истории Азербайджана кровавыми страницами. Одна из них – трагедия вблизи азербайджанского города Шуша, ныне находящегося под оккупацией вооруженных сил Армении. 28 января 1992 года армянской стороной там был сбит азербайджанский гражданский вертолет Ми-8, выполнявший рейсы по маршруту Агдам-Шуша. В результате погиб 41 пассажир и три члена экипажа, всего 44 человека. Вертолет, которым управлял Виктор Серегин, был сбит тепловой ракетой «Стингер». Она попала точно в двигатель. От удара раскрылся кормовой люк, и люди стали падать вниз с полуторакилометровой высоты. После взрыва в воздухе и пожара в салоне, Серегин сумел отвезти падающий борт подальше от жилых кварталов города Шуша и тем самым предотвратить гибель еще большего количества людей. В тот раз армянские террористы впервые в ходе Нагорно-Карабахского конфликта применили ракеты «Стингер» против гражданской авиации, хотя видели, что это гражданский вертолет. За проявленную отвагу и героизм в борьбе за суверенитет и целостность страны в ноябре 1992 года Виктор Серегин был награжден посмертно и получил звание национального героя Азербайджана. Понять логику Пашиняна сложно. Так официальный Баку прокомментировал заявление премьер-министра Армении о том, что в карабахском вопросе они не будут обсуждать возможности возвращения территории в обмен на мир. Это при том, что общеизвестно. В основе переговоров сторон при посредничестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ стоит именно вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Итак, с чем связано нынешнее заявление армянского премьера, на кого рассчитано и в целом о состоянии переговоров мы поговорим с политологом Фикрятом Садыховым. Здравствуйте. Здравствуйте. На протяжении периода пребывания у власти Николы Пашиняна мы все время слышим его непоследовательные заявления. При этом мы продолжаем говорить о том, что мирное решение Нагорно-Карабахского конфликта зависит только от того, когда Армения выведет свои оккупационные войска с оккупированных земель Азербайджана. В этом случае возникает вопрос, означает ли, что данная позиция Пашиняна, она говорит о том, что он отказывается вести переговоры? На сегодняшний день позиция Пашиняна, она крайне противоречива. И она действительно очень часто не соответствует просто элементарной логике. Я уже не говорю о нормах и принципах международного права. Территория в обмен на мир. Мы, кстати, не выдвигали такую формулировку. И мы не собираемся отдавать свои территории и вечно наблюдать за тем, как армянские солдаты топчут азербайджанскую землю. Поэтому я не знаю, что это за формулировка и что за этим кроется. Что он имеет в виду? Я имею в виду Пашиняна. Мы твердо нацелены, намерены освободить свои территории. Нам не нужен мир ценой оккупации наших земель. Освобождение наших территорий в соответствии с резолюциями Совета безопасности, в соответствии с другими документами, которые были приняты международными структурами. Это наша главная задача, главная цель. И что бы ни говорил, что бы ни повторял Пашиняна, это абсолютно не соответствует тем истинной, той истине, той реально сложившейся ситуации в регионе, которая на протяжении очень многих лет беспокоит, естественно, азербайджанское общество. Может, он имеет в виду, что не будет возвращать территорию Азербайджана в обмен на мир? Я не знаю, что он имеет в виду. Я оцениваю только то, что он говорит. А говорит он просто, видимо, какие-то дилетантские вещи. И обменивать что-то на что-то мы не собираемся. И то, что он имеет в виду, пусть он оставит для себя. Наша задача, она ясна, она конкретизирована. Она является главным приоритетом наших внешнеполитических направлений. Это наша главная внешнеполитическая задача. И мы твердо нацелены на то, чтобы освободить наши территории. Потому что мы об этом неоднократно и заявляли, и демонстрировали. И свою политическую волю, и свой военный потенциал. Еще одно заявление от Пашиняна. По итогам встречи с президентом Азербайджана в Давосе, которую встречу он назвал неформальной. Он заявил о том, что карабахские армяне за него не голосовали, не принимали участие в выборах в Армении. Поэтому он не может вести переговоры от их имени. А почему тогда сын Никола Пашиняна служит на Горном Карабахе? Я не понимаю, кого он хочет убедить в том, что он говорит. Неужели кто-то сейчас может поверить в то, что за сепаратизмом в конце 80-х годов не стояла Армения. Не она финансировала, не она поддерживала сепаратистов на Горного Карабаха. Не она практически участвовала во всех этих проявлениях сепаратизма и радикально экстремистских действиях против азербайджанцев. Не они разве способствовали тому, чтобы изгнать азербайджанцев с территории Нагорного Карабаха. А сейчас действительно сын его почему-то служит на Горном Карабахе. Я не знаю, кто он, доброволец, военнослужащий или служащий каких-то военизированных отрядов в Нагорном Карабахе. Непонятно. Поэтому вот этот аллогизм Пашиняна, он прежде всего работает против него. И здравомыслящие люди, которые слушают все эти его заявления, все эти его речи, они понимают, что за всем этим стоит пустота. И то, что он говорит о том, что он не будет говорить от имени так называемого народа Нагорного Карабаха, это полная чушь. О мирном решении конфликта на этой неделе говорили президент Ильхам Алиев и советник по национальной безопасности президента США Джон Болтон. Разговор состоялся по инициативе Джона Болтона. Можно ли сказать, что Вашингтон наконец-то решил проявить активность в решении карабахской проблемы? Я не могу утверждать, что Вашингтон наконец-то проявил такое желание. Но звонок помощника президента Соединенных Штатов по национальной безопасности президенту Азербайджана – это серьезный фактор. И во внешней политике подобные эпизоды, они не остаются незамеченными. И обратите внимание, он говорил и с Пашиняном Болтон, но он не обсуждал с ним Нагорный Карабах. Нагорно-карабахскую тематику Болтон обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Это очень важно. То есть, в Соединенных Штатах понимают, что ключевым игроком в этом регионе является Азербайджан. Азербайджан определяет политические направления. И от Азербайджана зависит очень многое в решении не только этой проблемы, но и в решении ряда других направлений. Я имею в виду энергетическая безопасность, масштабные проекты, которые здесь реализуются. Это ведь факт, и Соединенные Штаты достаточно позитивно относятся к этой политике Азербайджана. Они понимают роль нашей страны, возросшую роль страны, уже не только как ключевого игрока в регионе Южного Кавказа, но и в рамках мировой политики. Поэтому серьезные ключевые проблемы обсуждаются с нами, а не с Пашиняном. И я думаю, Пашинян и нынешнее новое армянское руководство, оно должно понимать. И сопоставив вот такие вот факторы, они должны делать просто выводы, правильные выводы из того, что происходит. На этой неделе также заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин находился в Ереване, где опять же обсуждалась карабахская проблема с министром иностранных дел Армении Зограбом Нацаканяном. Давайте послушаем, о чем Карасин сообщил по итогам встречи. Впереди новые встречи. Я так понимаю, что эти встречи будут проходить на разных уровнях, и на уровне министра иностранных дел, и на уровне лидеров. Встречи должны быть хорошо подготовлены, чтобы они были субстантивны, приносили реальные результаты и продвижение вперед. Но сейчас чрезвычайно важно, чтобы обстановка вокруг, международная обстановка вокруг проблемы Нагорного Карабаха была предсказуемой, спокойной. И мы с удовлетворением отмечаем, что в последние месяцы это спокойствие относительно предсказуемости обстановки стало характерной. Надо продолжать. В этом смысле у международного сообщества есть консенсус. Все, без исключения страны, основные участники тройки, Российская Федерация, Соединенные Штаты, Европейский Союз, они едины в том, что категорически должны быть исключены силовые сценарии. Карасин заявляет о том, что ситуация стала более спокойной в последние месяцы. Он наверняка имеет в виду ситуацию на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Действительно, там стало намного спокойнее. И исключают силовой вариант решения проблемы. А что тогда предлагают посредники? Нам и дальше ждать? Ну, то, что ситуация становится спокойной и стабильной, от этого нам не легче. Это не решение вопроса. Понимаете? Карасин опытный дипломат, заместитель министра иностранных дел России. Его заявление, оно носит чисто такой общий дипломатический характер. Но Россия, она сопредседатель Минской группы. И от ее роли, от ее желания, от ее стремления, А может быть, даже и определенного давления на Армению зависит во многом решение Нагорно-Карабахской проблемы. Я думаю, они это прекрасно понимают, хорошо знают. И вопросы, связанные с сохранением стабильности на линии огня, Это не то, к чему мы стремимся. Наша задача не стабильность на линии фронта, а освобождение территории. И решение, коренное решение этой проблемы, радикальным образом. Потому что более 20 лет длится уже этот процесс переговорный. Минская группа ОБСЕ, различные заявления политиков, дипломатов, Стабильность линии огня прекращения, я не знаю, обстрелов. Нам это в целом, для нас это не представляет первостепенную важность. Пашинян в поисках инвестиций отправился в Германию, собирается в Иран. Одним словом, пытается восстановить свой изрядно уже, так скажем, испорченный имидж в глазах армянского общества. При этом он заявляет, что основное богатство Армении, цитирую, «одаренные и талантливые граждане Армении». Что ж, почему тогда экономическое положение этой страны в таком состоянии? Вот в этом смысле Пашинян продолжает политику своих предшественников. Они тоже все время с вытянутой рукой ездили по странам, просили инвестиций, кредитов, помощи. И вот эта политика продолжается. И она будет продолжаться до тех пор, пока они будут в таком изолированном положении. А то, что они находятся в таком положении, велика роль Азербайджана. Мы их поставили в такое положение. И мы это сделали целенаправленно, потому что мы понимаем, что если, допустим, Соединенные Штаты Америки сегодня используют санкции как метод давления на другие государства, то это тоже наш метод. Мы лишаем Армению возможности участвовать в различных таких масштабных проектах, которые происходят здесь по инициативе и с участием Азербайджана. Мы лишили, изолировали Армению от экономического участия в различных таких вот этих проектах. И естественно, что он будет ездить в Европу, он будет ездить в Россию, он будет ездить в Иран, который сам находится под санкциями. И выпрашивать, выклянчивать какие-то суды для того, чтобы вот эти вот, как он говорит, одаренные Армении смогли прожить, просуществовать, как бы не увязнуть в полной нищете. Потому что те проблемы, с которыми столкнулась Армения, они очевидны, они их сами признают. Но, понимаете, вот эти вот националистические, шовинистические идеи, мысли, они настолько укоренились в сознании вот этой вот прослойки руководящей и в определенных кругах в Армении, что им тяжело просто осознать, здраво осмыслить происходящее положение и сделать соответствующие выводы. Спасибо большое за участие в нашей программе. Спасибо вам. Напомню о нынешнем состоянии переговорного процесса по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского конфликта. Мы говорили с политологом Фекретом Садыховым. Продолжаем выпуск. Пока Армения продолжает упорствовать и затягивать решение карабахского вопроса в урон благополучию своего народа, Азербайджан укрепляет сотрудничество с соседями. Реализация многочисленных совместных проектов с Турцией и Грузией открывает новые возможности для расширения экономических связей. Между Турцией и Азербайджаном существуют очень тесные экономические отношения. Как заявил в интервью CBC посол этой страны в Азербайджане Эркан Озурал, осуществляется взаимная инвестиция в экономику двух стран. Одно из важных направлений успешного экономического сотрудничества связано с деятельностью сумгаидского химико-промышленного парка. По словам посла, большую часть производимой здесь продукции планируется экспортировать в Турцию. До сегодняшнего дня Турция и турецкие фирмы старались поставлять всю свою продукцию в Азербайджан. Сейчас же азербайджанская продукция достаточно высокого качества экспортируется в Турцию, а оттуда на мировые рынки. Стремительное развитие также наблюдается и в экономических связях между Азербайджаном и Грузией. Как сообщает посол этой страны в Азербайджане Зура Патарадзе, вопросы сотрудничества с Сокар-Полимер и Сокар-Карбамид будут обсуждены в скором времени в Торгово-промышленной палате Грузии. Я думаю, что огромный потенциал сотрудничества в данном случае с Грузией, не только в транзитном потенциале, так как активно эти объекты используют наши порта для того, чтобы вывозить продукцию в Турцию, в европейские страны. Соответственно, я думаю, что появится новая сфера сотрудничества именно по линии производства продукции, инвестирования в наших странах. Я думаю, что новые контакты бизнес-секторов наших стран будут способствовать увеличению торгового оборота, соответственно, увеличению инвестиционных проектов наших стран. В первом квартале этого года в Грузии пройдет крупный бизнес-форум. Для участия в работе форума будут приглашены представители многих перспективных компаний, действующих в регионе. Как отмечает посол Зура Патарадзе, ожидается участие и азербайджанской делегации, которая презентует отечественную продукцию. По его словам, у азербайджанских компаний имеется большой потенциал по продвижению своих товаров на грузинском рынке. Стороны намерены расширять экономическое сотрудничество в различных отраслях. Шамистан Мамедов, Сеймур Сахивзаде, Си-Би-Си. Новые реформы в регионах Азербайджана. Толчком к их осуществлению стала успешная реализация государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской республики в 2014-2018 годах. Так, за 15 лет наблюдалось развитие экономики Азербайджана. ВВП страны вырос в 3,3 раза. Об этом заявил президент Ильхам Али в ходе конференции, посвященной итогам исполнения госпрограммы. Как отмечают сами предприниматели, за последние годы в Азербайджане создана благоприятная бизнес-среда. Открываются новые рабочие места, строятся предприятия, растет экспортный потенциал страны. Четвертая госпрограмма социально-экономического развития регионов уже утверждена. В Азербайджане обеспечено исполнение третьей государственной программы социально-экономического развития регионов. Сегодня мы, предприниматели, окружены заботой и вниманием со стороны государства. Такого мнения придерживаются местные предприниматели. Они также отмечают, что за последние 15 лет в стране создан благоприятный бизнес-климат для предпринимательской деятельности. Сегодня мы переживаем, можно сказать, один из золотых периодов развития предпринимательства. Как отметил господин президент, в структуре экспорта плодовочных товаров поставка томатов занимает первое место – 177 миллионов долларов. Наблюдающиеся в последние годы рост производства и открытие новых рабочих мест уже наглядно отражаются в цифрах. Третья государственная программа социально-экономического развития регионов, охватывающая 2014-2018 годы, придала импульс проводимым реформам. Уже планируется приступить к реализации четвёртой по счёту программы. По предварительным расчётам на исполнение четвёртой государственной программы социально-экономического развития регионов, планируется выделение как минимум свыше 17 миллиардов монатов. Из общей суммы 4,6 миллиарда монатов будут предоставлены частным секторам в виде инвестиций на проекты, которые уже реализуются, а также проекты, находящиеся в процессе разработки. Объём капиталовложения со стороны государства ожидается на уровне 13 миллиардов монатов. Конечно, это только предварительные цифры. Я полностью уверен в том, что эта цифра будет намного больше, потому что на это указывает исполнение трёх предыдущих программ. Предприниматели высоко оценивают планы по осуществлению четвёртой государственной программы социально-экономического развития регионов. Они считают, что данная программа окажет серьёзную поддержку предпринимательской деятельности. На повестке дня развитие предпринимательства и бизнес-среды. Сейчас экономическое положение и показатели очень хорошие. Это указывает на то, что в скором времени будут открываться новые рабочие места, строятся новые фабрики, будет производиться новая продукция. Правительством будут созданы очень хорошие условия для вложения инвестиций. Благодаря всесторонней поддержке предпринимательству растёт объём производства конкурентоспособной и экспортоориентированной продукции. Я являюсь производителем духов и продолжаю предпринимательскую деятельность в данном направлении. В последние годы предпринимателям, действующим в этой области, было сделано очень хорошее предложение. Наша продукция теперь представляется под брендом Made in Azerbaijan. В последние годы, и в особенности в 2018 году, было открыто несколько торговых домов Азербайджана. Очень успешным проектом стало открытие торгового дома страны в УАЭ, Дубае. Я тоже приняла там участие со своей продукцией. Такие возможности позволяют нам, предпринимателям, ещё увереннее развивать свою деятельность. Мы осознаём, что наши товары могут быть востребованы не только в Азербайджане, но и во многих зарубежных странах. По словам предпринимателей, за последние 15 лет экономика Азербайджана развивалась с рекордными в мировом масштабе темпами. И это является наглядным примером поддержки и заботы о развитии предпринимательства государством. Медина Гурбанова, Ульвия Сабиргазы, Намик Гасалны, Сибиси. К первому этапу сотрудничества приступили нефтяные компании Азербайджана и Казахстана «Сокар» и «Казмунайгаз». Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. В ближайшее время в Астане планируется заключение нового договора. Документ предусматривает широкие перспективы сотрудничества в сфере геолого-разведочных работ на Каспии, совместного исследования геофизических материалов по разведке углеводородного сырья, а также в сфере логистики, трейдинга нефти и нефтепродуктов. По словам представителя «Сокара» Ибрагима Ахмедова, определен первый проект сотрудничества, предусматривающий транспортировку в Баку и модернизацию плавучей буровой установки «Сетти», принадлежащей казахстанской компании для последующего использования при проведении буровых работ в проектах «Сокар» в азербайджанском секторе Каспия. Печальная новость. Тяжелая утрата для всего азербайджанского народа. На 65-м году жизни скончался доктор политических наук, президент Международного московского нефтяного клуба, председатель Бакинского фонда «Наследие Нобелей», старший эксперт ООН по проблемам глобальной энергетики Тогрул Багиров. Соболезнования его родным и близким выразил президент Азербайджана Ильха Амалиев, отметив, что опечален известием о смерти видного ученого. В Баку прошла церемония прощания с Тогрулом Багировым. В Баку простились с Тогрулом Багировым. Доктор политических наук, президент Международного московского нефтяного клуба, председатель Бакинского фонда «Наследие Нобелей», старший эксперт ООН по проблемам глобальной энергетики, ушел из жизни 29 января в возрасте 64 лет. В числе тех, кто пришел проститься с видным ученым и общественным деятелем, близкие друзья, коллеги, представители правительства, деятели культуры и искусства, послы и ряда иностранных государств. Помимо того, что Тогрул Багиров был видным специалистом в области энергетики и дипломатии, он был инициатором ряда гуманитарных проектов, членом международных организаций, занимавшихся продвижением культуры и искусства. Для тех, кто знал его лично, Тогрул Багиров остался в памяти, как человек с большим сердцем, который всегда готов был помочь и очень любил свою родину. Всегда давал прекрасные советы, и у него всегда был позитивный взгляд на жизнь. И последний наш разговор был, я что-то ему говорила, что-то нам нервничало про что-то, и он мне говорил, что все будет хорошо, а по-другому быть не может. Кроме того, что он был прекрасным отцом, он так любил свою родину, при том, что он учился в МГИМО, в России, фактически здесь юность прожил, а потом университет, работа, все у него было не здесь, и он все равно возвращался, строил, Нобель фонд создал. Это говорит о том, какой человек он был. Он был большим патриотом своей родины, он был большим патриотом своей малой родины, Карабаха. Он все делал для того, чтобы Азербайджан знал именно самой лучшей страны. Именно страну с мировой историей, страна, которая центр цивилизации, страна, у которой очень богатое наследство, есть определенные ноу-хау, определенные вещи, которым Азербайджан учил даже весь мир. Но в особенности последние где-то 15-20 лет он очень много сил потратил именно на этом поприще. В разные годы Тогрул Багиров работал в Министерстве иностранных дел СССР, в посольстве СССР в США и в представительстве СССР при отделении ООН в Европе. Консультировал крупные российские нефтегазовые компании. Являлся внештатным советником председателя правительства Российской Федерации. Членом-корреспондентом Российской Академии Естественных Наук. В 2003 году совместно с обществом семьи Нобель Тогрул Багиров создал Бакенский фонд наследия Нобелей. За заслуги в области восстановления наследия братьев Нобелей Тогрул Багиров был награжден орденом Полярной Звезды Королевства Швеция. Лила Курбанова, Эльвин Гаджиалиев, CBC 2 февраля в стране отметили День азербайджанской молодежи. Развитие молодого поколения всегда было одним из приоритетов государственной политики Азербайджана, так как в прогнозах развития каждого государства ключевую позицию занимает именно молодежь. Молодежь Азербайджана отличается активной деятельностью во всех областях общественной жизни страны, играет важную роль в осуществлении социальных, гуманитарных, экономических и политических мероприятий. Традиция же празднования этого дня берет свое начало с первого форума молодежи, который был проведен 2 февраля 1996 года и собрал порядка 2000 представителей молодого поколения из всех регионов Азербайджана. Азербайджанская молодежь, которая в будущем будет управлять страной, играет активную роль в обществе. С этой точки зрения перед молодежью стоит ряд задач, связанных с укреплением и защитой государственной независимости. В первую очередь, это высокий уровень национального патриотизма. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем выступлении на республиканском собрании, посвященном Дню Азербайджанской молодежи. По словам главы государства, молодежь должна внести свой вклад также в усиление экономических достижений, в первую очередь за счет повышения уровня грамотности и образования. Поскольку сегодня мир развивается быстро, технологии стремительно идут вперед, и без знаний и грамотности очень трудно найти достойное место в жизни, подчеркнул президент Ильхам Алиев. Наша молодежь работает сегодня в различных отраслях экономики и в государственных организациях. Я рекомендую государственным организациям выдвигать молодежь, потому что обществу очень нужны и потенциал, и активность молодежи, и ее новый взгляд на вопросы. Я рекомендую всем государственным организациям привлекать волонтеров. Пусть волонтеры пройдут практику в государственных структурах, министерствах и других государственных организациях. Я рекомендую это и частному сектору. Мы создали прекрасные условия для частного сектора. За последние 15 лет число функционирующих в Азербайджане частных предприятий увеличилось с 60 тысяч до 130 тысяч. Это проявление реформ в экономической сфере. Они тоже обязательно должны привлекать молодёжь, чтобы и молодёжь проходила практику, и быстрыми темпами шёл процесс подготовки. Понятие «молодёжь» сегодня широко используется в различных областях и сферах деятельности. Молодое поколение Азербайджана активно участвует в поиске решений различных проблем, беспокоящих общество. Их энергия и умение вести за собой приводят к тому, что всё больше молодых людей занимает высокие посты, привнося новые дыхания в дальнейшее развитие республики. По словам Интыгама Бабаева, в текущем году планируется проведение большого количества мероприятий. Предусмотрена реализация интересных проектов республиканского и международного масштаба. В их числе проведение фестиваля в формате исторической реконструкции под названием «Живые страницы истории», фестиваль «Студенческая весна» и многое другое. На сегодняшний день как в других сферах, так и в молодежной политике есть нормативная база. Сегодня у нас реализуется стратегия развития молодежи до 2025 года, также принята государственная программа 2017-2021 годы. У нас намечается проведение нескольких международных мероприятий в формате сотрудничества и независимых государств, в всемирном формате, которые направлены в разных сферах. Здесь и в студенческой сфере, в развитии волонтерского движения, экологическое посвящение, интеллектуальных играх и в других сферах. Заместитель министра молодежи и спорта отметил, что сегодня азербайджанская молодежь воспитывается в духе патриотизма. Современное поколение проявляет повышенный интерес к истории Азербайджана, достойно чтит и пропагандирует национально-нравственные и культурные ценности своей родины. И в завершении выпуска. Международный кинофестиваль итальянских и азербайджанских фильмов в Баку завершен. Его кульминацией стала церемония вручения премии «Зора Астер». Исмира Алиева расскажет подробнее. Известные итальянские и азербайджанские кинематографисты определили лучшие фильмы итало-азербайджанского международного кинофестиваля. Авторы фильмов удостоены премии «Зора Астер». Фестиваль прошел в Баку с 25 по 30 января, в ходе которого было продемонстрировано 15 фильмов. Фестиваль стал хорошей площадкой для будущего сотрудничества азербайджанских и итальянских кинематографистов. Учитывая, что подобный фестиваль проходит впервые, все прошло замечательно. Я думаю, что мы должны приложить усилия для его продолжения в будущем. За дни фестиваля мы провели очень много встреч с азербайджанскими коллегами. У нас также состоялась встреча с министром культуры Азербайджана, в ходе которой были определены совместные планы, над которыми мы будем работать в будущем для сотрудничества между представителями кино Италии и Азербайджана. Итальянский фильм «Я тоже иду». В номинации «Лучший международный фильм» победила кинокартина «Дебра», а среди азербайджанских художественных фильмов был выбран «Набат». Члены жюри назвали лучшим итальянским художественным фильмом картину «Здесь и сейчас». Цель проведения фестиваля – укрепление культурных связей между Азербайджаном и Италией, популяризация прошлого, настоящего и будущего кинематографа. Эсмира Алиева, Руфат Олегперов, CBC. Это были самые значимые события недели, касающиеся нас и нашего региона. Мы увидимся вновь в воскресенье в 21.00 на телеканале CBC. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова